Сегодня я хочу рассказать о моих ножах серии Викторинокс, которые я использую в повседневной жизни. Мне эти ножи подарил муж, и когда он подарил, я абсолютно не знала, что с ними делать. Но потихоньку я нашла им применение в повседневной жизни. И сейчас я расскажу, как они меня выручают. Итак, по порядку. Первый нож солдатский нож, второй нож охотничий, и последний, третий мой нож туристический. Но у меня для них другие названия и немного другое применение. Первый так называемый солдатский нож я называю столовым. Почему? А потому что я его использую на кухне. Он очень удобный. У него длинная рукоять с таким пластмассовым покрытием, который не скользит в руке. Во-вторых, у него всего один, но очень удобный нож с тонким и очень острым лезвием. Достаточно тонко, если вы обратите внимание. Имеется вот такой вот заостренный, очень острый конец. Им очень удобно разделывать курицу. Например, отделять мякоть от костей, отделять также шкурку. Но я, конечно, использую на кухне и другие кухонные ножи. Но в основном я использую его, когда нужно разрезать уже готовое, приготовленное мясо. Ту же самую свинину, говядину или курицу. Первый нож. Второй нож, который называется охотничьим, я его называю садовым. Когда мне его подарили, я не знала, что с ним делать, но очень быстро нашла ему применение. Сейчас я объясню. Также у этого ножа имеется очень удобная рукоять. Так называемый мягкий пластик, который не скользит в руке, даже когда рука спотела. Очень удобная с точки зрения захвата. Посмотрите, как удобно лежит в руке. Ну, у мужчины эти ножи могут даже открывать, например, одной рукой. Но у меня, к сожалению, не хватает сил. Вот вы можете видеть. Вот недостаточно сил, чтобы открыть нож. Но мой муж это делает очень легко. И в принципе любой мужчина это может сделать. Как я этот нож использую? Здесь имеется два очень удобных рабочих лезвия. Первая лезвия стандартная, гладкая и очень острая. Что я им делаю? Я им делаю мелкие работы, когда мне неудобно использовать тяпку. Я им пропалываю грядки. И также я им делаю неглубокие луночки. Конечно, мужчины, которые смотрят это видео, скажут, что за бред. Бред, нож затупится. Но нож не затупится только в том случае, если им вообще не пользоваться. А если уж он у вас есть, то, конечно, надо его как-то применять в деле. А если вы применяете, то, конечно, вы обязательно его поточите. Итак, вот эту сторону лезвия я использую для прополки, для рахления и когда нужно сделать луночки. Почему? Потому что одновременно под руками держать и тяпку, и маленький совочек для меня проблематично. А здесь, так скажем, инструмент два в одном, в одной руке. Второе очень удобное лезвие. Посмотрите, я сейчас открою, в виде вот такой вот пилочки с маленькими, но очень острыми зубчиками. Причем, посмотрите, изогнутым. Данный инструмент я использую, когда рядом нет моего мужа под рукой. А нужно сделать мелкие работы по удалению каких-то мелких веточек, проросшей вишни или той же самой малины. Это лезвие просто бесподобно справляется и гораздо проще и удобнее, чем садовый секатор. Итак, это был второй нож Викторинокс, которым я называю садовым. Следующий нож, третий, это нож туристический, но здесь его прямое назначение. Я его называю ножом выходного дня. Почему? Потому что он является незаменимым спутником в наших путешествиях при выезде за город, например. Почему? Потому что он многофункциональный. Я покажу вам. Имеется несколько лезвий, например, одно вот такое маленькое. Повторюсь, ножи Викторинокс очень острые. Делаются из хирургической стали. Поэтому надо быть с ними очень аккуратными. И если вы что-то им делаете, то делать очень приятно. Второе лезвие. Лезвие побольше, для примера нарезки каких-то вещей более крупных. Также имеется пилочка, если вам надо что-то запилить. Ну, конечно, не ногти, а, например, что-то там сгладить, какой-то предмет. Дальше, что у нас еще имеется? Ножницы. Если вам в походе, необходимо отрезать какую-то веревочку или какой-то шпагатик. Ну, конечно, не очень толстый, потому что ножницы очень острые. Но просто в силу того, что они маленькие, они просто могут не охватить большой толщины предмета. Что еще интересные моменты? Это открывашки. Причем открывашки разных, для разных бутылок, разного объема. Очень тугой. Вот, посмотрите. Открывать, например, то же самое пиво. И что удобно, на этих открывашках с тыльной стороны, посмотрите, есть вот такие вот, как сказать, стороны, которые можно использовать как отвертки. Этот нож у меня всегда хранится в моей дамской сумочке. Почему? Потому что он очень компактный, он красивый. Его можно использовать как средство защиты. Его я всегда беру с собой в машину, потому что наличие этих отверточек меня уже неоднократно выручало. И последний момент. Вот здесь имеется вот такое вот колечко, которое можно использовать для того, чтобы закрепить ключи. И ваш нож может выполнять функцию такого внушительного брелка. Это третий нож. Ну и на данный момент пока последний в моей домашней коллекции. Что я вам хочу сказать в качестве итога. Если вам вдруг, милые дамы, подарят ваш любимый нож на 8 марта или на день рождения, не спешите огорчаться. Эти ножи очень качественные. Эти ножи, во-вторых, не дешевые. И в-третьих, им можно найти применение. И весьма-весьма удачно. На этом все. Спасибо за ваше внимание.